Уважаемые коллеги, начинаем нашу пресс-конференцию по итогам матча ЦСКА-УНИКС. К нами главный тренер и гостей Велимир Пирасович. Мы чуть попозже ждем игрока. Коуч, пожалуйста, вы понимаете об игре? Добрый вечер, всем. Это был типичный игрок, когда мы играли против СССР. Сегодня мы начали хорошо, в отличие от последнего матча. Но в 5 минутах мы остановили играть и ЦСКА-УНИКС. И смотрит, что в вторую половину будет очень тяжело. Но игроки начали в вторую половину с большей жесткостью и концентрацией. И игроки начали, когда мы хотим. Мы знаем, что в моментах, когда игроки начали в последнюю половину, и в моментах, когда ЦСКА-УНИКС, и нервы, и нет уверенности в игрокам, это будет более легче для нас. И сегодня мы имеем в последнюю половину экселленную перформансы Димитрия, которая помогла нам победить. Это была типичная игра между нами и ЦСКА. Мы, по сравнению с предыдущей нашей встречей, хорошо начали. Но после 5 минут перестали играть так, как хотели играть. И казалось, что вторая половина будет более сложной. Но, тем не менее, игроки показали больше жесткости и концентрации. И в последнюю четверть мы подходили при равном счете. В практически равном счете. И мы понимали, что если ЦСКА будет немножко нервничать и потеряет уверенность в игроках, то это будет легче для нас. И так получилось. И так же Нена Димитриевич провел сегодня великолепный матч. Многие моменты решил. Вот он к нам и присоединился. Сейчас. Давайте дадим слово Нену. 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 Просто как обычно... Да, может быть, какие-то вопросы. Мы обычно давайте игрокам сказать что-то и оставим. Я имею в виду, что пришли сюда, мы знали, что это тяжелый матч. Мы победили один месяц назад, поэтому мы знали, что они будут мотивированы и готовы для этого матча. Я думаю, что мы ответили очень хорошо. Мы хотели контролировать ребон, как мы делали. Только маленькая часть. В втором квартале мы потеряли, поэтому они пошли на рам. Но я думаю, что мы делали огромную работу. Все, кто помогает команде. И я счастлив, что это победит. Знали, что будет сложно, потому что мы выиграли с СССР месяц назад. И понимали, что соперник будет очень мотивирован в этом матче. И считаю, что мы сегодня хорошо отреагировали на то, как соперник выступил. И нашей задачей было контролировать подбор. Где-то мы эти моменты упустили. Но, тем не менее, в итоге сыграли здорово. И добились того, чего хотели. Если есть вопросы к Нене... Если к Нене нет вопросов, мы его отпустим. Нет, они тоже есть. Есть и туда и туда есть. Кому? Давайте сначала игроку, потом его отпустим. Теперь вопрос к Нене. Сейчас поздравляю с победой. Скажи честно, сегодня твоя лучшая была игра в сезоне, или можно еще лучше себя? Можете сказать, что это был лучший игрок этого сезона? Или вы можете играть даже лучше? Я надеюсь, что я могу играть лучше. Это не достаточно. Я думаю, что это один из моих лучших игроков в моей карьере. Но это следующий. Сейчас это не важно. Это важно, чтобы победить. Но у нас есть еще один из моих лучших игроков в моей карьере. Поэтому я боюсь об этом. Но я надеюсь, что я могу играть даже лучше. Я надеюсь, что я действительно могу сыграть лучше. Нена недавно ездил играть за сборную. Там, получается, провел матч с Польшей. И отдыхал всего 35 минут. Но сейчас выходит и выдает два таких перформанса. Можно сказать, что именно те эмоции, которые он получил, играя в сборную Македонии, сейчас ему очень помогли. Вы играли в Национальной команде за это время. И вы играли значительные минуты. И после этого вы вернулись и играли два очень хорошие игры. Вы можете сказать, что вы привлекли эти эмоции из Национальной команде? Эти эмоции помогли? Вы лично всегда как дальшеissez. Когда впереди навсегда я прыгzieh на спор micron have Classicلام. При этом делается спокойствие. Всегда сcard entsche воспabilities. Да, ну так всегда получалось в его карьере. Когда он приезжал впечатление из сборной и после сборной приезжал в каком бы он клубе ни играл, всегда это ему помогало. Потому что в сборной другие ощущения, когда ты играешь, и другая свобода, что ли, на площадке, и действительно этот ритм потом помогает клубе. Все, наверное, отпускаем. Спасибо большое. Спасибо. Вопрос к тренеру? Да, пожалуйста. Первый вопрос по Грину. Уже известно, что с ним. Какая драма. Я думаю, что мы проверим что-то с ногами. Мы надеемся, что ничего не особенного. Мы не знаем, но... Бако? Бако придет в последнем минуте, если вы видите. Так что все хорошо. Здоровья всем. Ну и второй вопрос. Вот как раз после травмы Грину показалось, что команда сплотилась. И это даже вам в какой-то степени помогло. И команда выбрала такую сможетшую концовку. Так ведь на самом деле действительно вы сплотились после этого эпизода. После этого снижения к Грином, было бы, что команда была более игроком. Они взяли вместе. Да. В последней неделе мы получили excellent performance в офене Дмитриеве. Мы не нужны другого парня. Но обычно это всегда лучше, если у вас есть один парня, который может сыграть его собственную баскетку. Потому что он играет, который может сыграть его собственную баскетку. Но сейчас, когда вы победите, выглядит как все было хорошо. Но не забывайте, что мы получили 20 пунктов в последней четверти. Также мы не лучшие в последней четверти. В последней четверти. Когда у тебя один игрок, как Дмитриевич, выдает такой performance в последней четверти, то понятно, что, может быть, это не очень-то заметно, но тебе всегда хочется иметь на площадке второго человека, который может создавать для себя атаку. И вот в этом матче этого не понадобилось. И тем не менее, вот тренер еще отметил, что его команда пропустила 20 очков в последней четверти, что тоже, в общем, говорит о том, что игра была не супер. И последний вопрос. Вы сейчас вышли на первое место. Ну, собственно, важно сохранить до начала плей-офф первое место. Вы получили в последней четверти. Какое важное, чтобы это было? Это будет очень тяжело, чтобы держать эту позицию. Потому что у нас есть 7 очень тяжелых игр, и у нас есть много инжурии. Это не очень тяжелых игр. Это не очень тяжелых игр. Я уверен, что мы играем очень тяжелыми в топ-6. И мы потеряли, я помню, 6-10 игр. И мы получили очень хорошие игроки, и мы победим в чемпионате. Вы никогда не знаете. Ну, во-первых, сейчас еще впереди 7 очень сложных матчей. И удержать это первое место будет сложно. Конечно, приятно его закончить первым или вторым. Но сейчас, когда у команды столько травм, это довольно сложно. Потому что на коротком отрезке, в котором мы играем, можно одну-две игры выдать. Но удержать постоянно этот ритм, когда не хватает игроков, довольно тяжело. И самое главное все равно не то, как мы сыграем второй раунд, а как мы сыграем плей-офф. Потому что в прошлом году из десяти матчей второго раунда команда проиграла 6, а потом в итоге стала чемпионом. Так что самое главное это именно плей-офф. Спасибо. А, последний вопрос. Да, вопрос. В прошлый матч получил травму Дмитрий Кулагин. Насколько известно его состояние. И как можете оценить сегодня действия Владислава, одинокого, который, как я понимаю, его и заменил в ставе и получил больше игрового времени? Да, я понимаю. А, первое, про Дима. И как он его использовал? Да, как вы понимаете? Да, Дима. Как вы его использовали? Может быть больше, мы не знаем. Он Фашиа, Фашиа Плантар, я не знаю его название в английском языке. Мы увидим, он очень важный игрок для нас. Он очень тяжелый игрок. Также мы имеем Комолов, который был в два месяца. Эти два игроки в один же позиции всегда трудно. Сейчас он третий игрок в один же позиции. Поэтому для этого моя preocupация больше. И Дима, как минимум, на три недели выбыл, возможно на большее. У него повреждение фасции в ноге. Важный момент здесь в том, что помимо него уже практически два месяца не играет Комолов. И вот сейчас еще Грин, это по сути дела три игрока на одной позиции. И вот этот вопрос, который сейчас тренер действительно заботит. И да, сейчас появился шанс у одинокого. Посмотрим, как он воспользуется. Эмилом Райковичем. Эмил, как обычно несколько слов. Что сказать? Уникс, особенно Димитриевич, который был нестопливным для нас сегодня. Мы должны найти возможность остановить его. Но мы пробовали много вещей. Но мы пробовали много вещей. Другие гардии. Другие пик и ролики. Мы пробовали его двойной. Но он был найден пас, когда мы были тропы. Я думаю, что он играл эффективно. Он играл эффективно 1-1. У нас были моменты, когда мы были руководителем и контролем. Но на самых важных моментах я думаю, что Уникс, особенно Димитриевич, было лучше. Мы должны найти способа играть тяжелее и более решительнее в моментах. И чтобы быть более эффективными. Мы не эффективны. Мы потеряли очки. И это нам дает победу. С нами еще Левио Жаншар. Переведу тренера. Поздравление Униксу. Особенно Димитриевичу, которого сегодня невозможно было остановить. Мы очень многое перепробовали. Разных защиту. Защиту на пик и роллах. Попадали сдваиваться. Но с сдваиванием он с легкостью находил продолжение для атаки. Он очень эффективно играл 1-1. Да, в этом матче были моменты, когда мы вели. Мы контролировали ход матча. Но в ключевые моменты Уникс и особенно Димитриевич были лучше. Нам нужно найти способ играть жестче. Играть более уверенно. И в частности попадать открытые броски, которых нам очень не хватает. Давайте Левио Жаншару слово дадим. Левио Жаншару слово. Левио Жаншару слово. Мы боремся. Мы сражались, но, как оказалось, этого недостаточно. И нам нужно поработать над несколькими моментами. И я думаю, что в этом будет путь к успеху. Если есть вопросы к игроку. Левио Жаншару слово. Левио Жаншару слово. Левио Жаншару слово. Левио Жаншару слово. Кулагин тогда выстрелил. И не смогли справиться с Кулагином. Получается, сегодня не смогли справиться с Димитриевичем. А в следующий раз, если кто-то другой так же выстрелит, а лучше справиться? То есть он как-то пожёстче может быть там. Походить. И понятно было, что если нет Кулагина, будет Димитриевич Шутином. Левио Жаншару должно быть гораздо лучше, гораздо сильнее. Чтобы не позволить. Да, он сделал несколько тяжелых шутов. Но, в общем-то, вы правы, когда вы говорите. Всегда кто-то появится и выстрелит. И имеет лучшую игру против нас. Это не только из-за них, но и из-за нас. Мы позволили им это сделать. Поэтому критика на нас. И мы должны посмотреть в мере. И понимать, что это не так, чтобы идти в будущем. Или мы научим эту лекцию. И не повторим что-то такое. Или мы потерпим. Да, мы об этом говорили в раздевалке. Практически теми же словами. И это вопрос характера. И вопрос определенной гордости. Это то, чего нам сегодня не хватало. И понятно, что кто-то может здорово сыграть в отдельном матче. Но нужен какой-то другой уровень жесткости. По отношению к таким ситуациям. И каждый раз так получается. Действительно, что кто-то выдает против нас свой лучший матч. И это не только заслуга этого человека. Это часто недостаток того, как мы играем. И это совсем не то, чего мы хотим видеть в будущем. Будем над этим работать. И тогда еще один вопрос. У них три человека сыграло по 37 минут. А в СССР, ну, поровнее. Получается, 26-29 минут. Да, все больше сыграл Остапкович. Получается, нет такого игрока, который мог бы все 40 минут в Бахате тащить с собой сейчас команду. В таком матче, например. Как вы знаете, наш лидер был уничтожен. Каспер Вер. Он был один, который был уничтожен. На другой стороне, это, что наши игроки не играют более чем 28 минуты, должно означать, что они живы, чтобы играть сложнее. Я не могу понимать, когда кто-то играет 37 минуты, а играет сложнее, чем кто-то играет 26 минуты. Так что, мы пытаемся, как лидеры, дать к команде оптимическую минуту, чтобы они могли быть агрессивны. Но, все равно, мы были не агрессивны. Уничтожены более агрессивны. Так что, опять же, вы возвращаетесь к конкурсу, что это не касается стамины, а касается характера. Да. Вот то, что у нас так более равномерно распределено время говорит о том, что мы, как тренеры, хотели сохранить в команде свежести, хотели, чтобы люди, за счет того, что они играют меньше, они показывали больше старания. Сегодня получилось так, что у Никса люди играли по 37 минут и показали уровень старания выше, чем наша команда. И вот это как раз возвращает ваш вопрос, возвращает меня к тому, что это вопрос не свежести, а вопрос характера. Последний вопрос, если можно. Четыре поражения подряд. Я не знаю, не было ли это такое. Не впервые ли это в Единой Лиге ВТБ? В Единой Лиге ВТБ точно впервые. Я даже так вот не припомню, было ли у нас суммарно, но... Понятно, нужно выходить из этой ситуации. Но такой вопрос, нет ли у панических настроений? Нет ли что? Малайк, можно сказать, что команда осталась вниз после этих четыре лошадки? Конечно, мы все боятся. На другой стороне, мы все знаем, что мы не были первые в этой сезоне. И я думаю, что мы были оверхистили, что мы были оверхистили, что мы были первые в этой сезоне. Сейчас мы находимся в проблеме. Мы находимся в проблеме, потому что мы потеряли лидера в характере, Каспер. Мы пытаемся добавить новые игроки, которые еще не в системе, не готовы. Но я думаю, что в жизни, в баскетболе, вы не можете быть лучшим, если вы не испытываете adversidades, если вы не испытываете проблемы. И только те, кто обеспечит эти проблемы, становятся победители в конце концов. Таким образом, в этом году мы не имеем качество, чтобы победить все и быть чемпионами в конце концов. Но мы не остановимся. Мы еще пытаемся становиться лучше и показать лучшие игры в игроках. Мы должны найти способ. Да, мы в проблеме. Если я вам скажу, что я сейчас имею ответ, я не знаю. Но мы пытаемся найти способ. Можно сказать так, что, да, конечно, мы обеспокоены тем, что происходит. И, с другой стороны, можно сказать, что в первой части сезона, в большей части сезона мы прыгнули выше головы. И мы не являемся фаворитами этого сезона. Тем не менее, нам сейчас не хватает нашего лидера по характеру, Каспер Уэйра. Это очень важная потеря. Нам приходится подключать нового игрока в систему. И ты не можешь стать лучшим, если ты не справляешься с трудностями, если ты не проходишь через какие-то испытания. И да, у нас сейчас не все хорошо. Но самое важное – стать лучше, когда наступит плей-офф. И если вы меня спросите, как мы этого можем сделать прямо сейчас, у меня нет ответа. Но мы будем этот ответ искать. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. – Спасибо. Продолжение следует...